Приветствую любителей предметно-материальной истории на канале Антиквар Краснодар. В своих роликах я рассказываю о том, как интересно, выгодно и полезно для здоровья коллекционировать антиквариат. Коллекционирование – это некий эликсир молодости. А как это происходит, досмотрите ролик до конца, я обязательно расскажу. Сегодня в ролике я хотел поделиться с вами рецептом или технологией отмывки серебряных изделий. Обыватели очень часто подвергают серебряные предметы чистки и, как правило, используют при этом Pemolux, достигая очень быстрого результата, но при этом навсегда портят предмет, стирая с предмета заводской блеск, который восстановить в домашних условиях практически невозможно. Эти два способа отличаются тем, что один холодный и кислотный, а второй щелочной и горячий. Для очистки мы будем использовать серебряные предметы разных лет. А кроме того, если вы досмотрите ролик до конца, я вам покажу секрет американских джинсов. При помощи джинсов можно плохо блестящий серебряный предмет за 30 секунд считаем. Заставить снова заблестеть заводским блеском. В процессе отмывки будут участвовать различные предметы. Это ложки с эмалью и позолотой. Мы их будем мыть в холодном растворе, так как в горячем растворе эмаль может разрушиться. Это стопки с позолотой 19 века. Так как они с позолотой, то мыть их мы будем тоже в холодном растворе. Стопки, скорее всего, для ликера 84-й проба 19 век. Они тоже с позолотой имеют большое количество различных царапин и темных пятен. Так как присутствует позолота, они тоже будут отмываться в холодном растворе. И ложки с резьбой 19 века, серебро 84-й пробы. Эмали нет, позолотой нет. Мы их будем мыть в горячем растворе. А также кофейная чашка Советский Союз. Остатки. Имеются остатки заводской полировки. Но в то же время на чашке огромное количество глубоких пятен от каких-то едких продуктов. Для отмывки мы будем использовать следующие ингредиенты. Ацетон технический. Его использовать обязательно. Перед тем, как применять любой из этих способов, необходимо все предметы обезжирить. Для того, чтобы кислота или щелочь равномерно распределялись по всей поверхности предмета. И процесс отмывки тоже, соответственно, шел равномерно, а не какими-то пятнами. Ацетоном обязательно обезжириваем предметы перед обработкой. Наша старая знакомая лимонная кислота Кубанская Забава. Не знаю, почему такое веселое название, но покупаю именно ее. Сода пищевая, мерная кружечка для того, чтобы смешивать соду и лимонную кислоту с водой. И обычная пищевая фольга. Приступим к процессу. Для начала возьмем емкость. В нее положим пару слоев фольги. Тщательно просыпем содой. Положим туда предметы. И снова тщательно просыпем содой все предметы. Для того, чтобы получился сверху небольшой слой. Ну а затем в емкость заливаем крутой кипяток бурлящий. Проливаем так, чтобы вода попала кипящая во внутрь фольги. Полностью заливаем до верха. И результат процесса виден сразу. Начинается бурная химическая реакция. Выделяется много пузырьков и очень неприятный запах. Поэтому рекомендую делать это в проветриваемом помещении. Вот, друзья, пришло время распаковать нашего кабанчика. Как видите, фольга покрылась темным налетом. Это как раз и есть грязь с серебряных предметов. А вода промыртнела. Ну и вот мы можем видеть, что стало с блюдцем. Счистилась грязь, но появился какой-то блестящий налет. Отложим пока его в сторону. С чашечкой произошло примерно то же самое. Скорее всего, так как результатом я не доволен, операцию придется повторить. Чтобы вся вот эта остальная грязь тоже основалась. Ну и вот наши ложечки. Есть, правда, все мы достали все. Видите, фольга стала черной. Идем уже утилизировать жидкость. Возьмем новую фольгу и новую соду. Смотрите, чашка. с нее ушли все вот эти разводы. А темный налет смывается просто пальцем. Сейчас мы его удалим и полностью очистим предмет. Ну а вот смотрите, какой замечательный, замечательный заводской блеск. Возьмем зеркалью. На блюдце. Осталось все водоцем помыть. Ну и для того, чтобы до конца уже удалить этот налет. Нам потребуется опять же немного пищевой соды. Этот налет легко смывается. Что-то въелось. Не отмылось. Придется заполировывать. И предметом возвращаются. Былая красота. То же самое сейчас попробуем сделать с чашечкой. Вот смотрите, как она прекрасна. отмывается. Водички добавим, чтобы не царапать. Ну вот для сравнения, что было буквально пару часов назад с ней. И что стало. Если грязь очень въелась, то можно процедуру повторять до бесконечности, пока результат вас полностью не удовлетворит. Вот смотрите, какой прекрасный результат получается. Еще немного потемневших мест осталось помыть. И чашечки возвращаются в заводской блеск. А как его вернуть уже до конца, я покажу немного позже. Холодный кислотный процесс. Выглядит намного проще. Мы растворяем лимонную кислоту в воде. И погружаем туда предметы. Воспользовавшись случаем, я погрузил туда все предметы серебряные, которые у меня были. И кислотный, и щелочной процессы отмывки завершены. И пришло время ознакомиться с результатом. Думаю, что многие из вас будут совершенно разочарованы в результате. Так как на поверхности отмытых предметов проявились глубокие царапины, вмятины, различные дефекты и следы небрежного обращения и ухода при помощи пималюкса и песка. Восстановлению предметы эти подлежат. А как это сделать, я вам покажу. Как-то в одном из роликов зрительница оставила комментарий, в котором написала, что я пробовала ваш способ отмывки и вы обманываете. Ничего не блестит. Конечно, для того, чтобы заблестело, необходимо приложить некие усилия. И при помощи техники, ювелирных мастерских, восстанавливая заводскую полировку и блеск. Я вам покажу, как сделать это при помощи нехитрых инструментов в домашних условиях. Пока не забыл, друзья, очень важный момент, который необходимо соблюдать при отмывке предметов. Когда я отмывал серебряную ложку в щелочной среде с фольгой и с содой, то я не заметил позолоту на ней. И позолота частично перешла на чашку с блюдцем, которой пришлось эту позолоту дополнительно оттирать. Поэтому внимательно смотрите на предметы. И если на них остатки позолоты, то их предварительно лучше удалить наждачной бумагой. Либо отмывать такие предметы в кислотной среде. В то же время, есть предметы с чернением. Они встречаются довольно часто. И если вы будете отмывать их в кислотной среде, то вот это чернение может стать белением. От кислоты черн побелеет. Восстановить сложно, но можно. Если кому-то интересно, пишите в комментариях вопросы. Подскажу, как это сделать. Сегодня мы будем создавать гладкую поверхность на серебряных предметах после отмывки. Прежде чем приступить к полировке предмета, внимательно рассмотреть его с двух сторон. Одна из поверхностей может быть мотированная и заглаживать ее совершенно не нужно. Ее достаточно просто отмыть и немного отполировать. А вот глянцевую поверхность как раз необходимо восстановить для того, чтобы ложка или какой-то серебряный предмет заблестел всеми гранями, которые у него есть. Восстановить ровность грани и гладкость поверхности в первую очередь помогает агатовая гладилка. Для этого мы кладем предмет на ровную жесткую поверхность и начинаем разглаживать серебро на поверхности. Отмывочем, агупорское firmware для его dangers. Чтобы резистый поверхность, как хотите, удобнее, какие-либо кондиционеры творите филе. Отмывка Endrazy tidak не похожа на это. Продолжение следует... Серебро очень мягкий материал, как пластилин, только кажется металлом. И на его поверхности царапинки очень хорошо разглаживаются. Если вы оденете какую-то лупу или увеличительное стекло, вам будет легче это делать. Еще одна операция, которой следует подвергнуть предмет, это убрать царапины при помощи наждачной бумаги. Все зависит от глубины царапин. Думаю, что в ближайшее время посвящу отдельный ролик одному предмету, который восстановим в буквальном смысле у вас на глазах. И после гладилки образовываются небольшие волны, которые мы снова стираем. И мы стираем наждачной бумагой и снова разглаживаем гладилкой. И в итоге получаем идеально гладкую поверхность, которую впоследствии слегка обрабатываем полировальной пастой. При помощи этих простых операций, показанных в ролике, и дешевых инструментов, вы можете восстановить практически любой серебряный предмет, вернув ему ту былую красоту, которую создал художник при его изготовлении. А теперь почему же антиквариат это эликсир молодости? В антикварном мире существует огромное количество старых вещей. Каждая имеет свое предназначение, свою историю. И когда вы начинаете в это погружаться, вы узнаете совершенно удивительные вещи, о которых никогда ранее не знали. В вашем мозгу рождаются новые нейронные связи. А дальше все очевидно, как у младенцев. Вы получаете новую информацию, и клетки мозга дают сигнал для того, чтобы росли новые клетки тела. Поэтому постоянно самообучайтесь. Узнавайте что-то новое. Коллекционируйте антиквариат. Здоровья вам и долголетия. Подписывайтесь на канал Антиквар Краснодар. Впереди вас ждет много интересных и познавательных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей. Продолжение следует...